Ладно, значит, мы старались в прошлый раз различить классические подходы к актуальной форме и наш подход. Они в самом деле довольно резко различаются. Классический, как мы говорили, состоит в том, что под актуальностью формы понимается определенная форма, и только так. А мы стараемся работать с актуальной формой вне ее определенности. Начинаем с актуальности, просто с актуальности формы. И поэтому предмет у нас в этой актуальной форме становится как предмет. Содержание становится как содержание. Не как какое-то определенное содержание. Вообще не как какое-то содержание, а как содержание. Форма актуальна, и в этой форме, в силу ее актуальности, становится содержание как содержание. Предмет как предмет. С гигерем сравнивать трудно, и со всеми другими системами сравнивать трудно, потому что... Потому что там нет темы становления содержания. Тоже гигеля, и феноменологии, и логики. Нет темы становления. И, соответственно, нет темы актуальны. Поэтому сравнивать становится как-то стремно. Что сравнивать? Какое-то развитие же есть там? Вроде как переход из формы одна форма в другую форму. Ну да, но мы сейчас вот говорим о начале. Это, конечно, общее. Мы пытаемся действительно шаг за шагом развивать, а этого ни у кого не было, кроме гигеля. Ни до гигеля, ни после гигеля. Такой идеи развития формы, конечно, не было. Тоже совсем как бы не было. И даже как бы... Намёка на это. Подходов к этому не было. И поэтому у гигеля же есть такая форма как становление. Она как-то инкорпорирована внутрь формы. В логике. Переход от формы в форме там... Ну и в начале логика у него там будет явление что? Там становление... Какой-то там синтез. Ну да, но опять же невозможно сравнивать. Правильно, сравнивать слова только. Потому что гигеля становление – это переход от бытия к ничто, от ничто к бытию. Ничего не... Ну как... Я не вижу возможности. Форма, да? Спистемическая форма. Как-то методологически сравнивать эти... Эти вещи. Непонятно, как подходить к этому. Ну все равно, что Спиноз начинает с Кауза Суи, ну как вот сравнивать его начало. Ну да, Кауза Суи, да. Начинаем с Кауза Суи. Разве что, говоря вот о Гегеле, по крайней мере о Гегеле, можно говорить о том, что у Гегеля форма осознает себя. Вот эта знаменитая фраза, с которой выживали тоже много раз из феноменологии. Сознание отличает от себя нечто, с чем в то же время соотносится. Сознание, конечно, есть форма, но соотносится с собой в предмете, когда предмет дает определенность бытия. И в то же время предмет есть нечто иное, от чего форма отличает себя, то есть вообще осознает предмет как нечто иное. Феноменология – это ясно. Предмет есть и отношение формы с собой, и в то же время нечто иное для осознания. Это действительно возвращает нас к опыту Аристотеля и прочих авторов, в рамках которых мы пытаемся работать. По крайней мере, относить себя с ними. Потому что, когда форма определяется как определенная форма, то предмет дается как нечто иное. как красное или медное – это, конечно, нечто иное, чего в самом сознании нет и быть не может. То есть качество принадлежит предмету, а не сознание. В качестве предмета сознание действительно отличает себя от предмета. В качестве предмета сознание, конечно же, не видит себя, а видит иное. Просто взяло, пришло и стало. Вот я – меди. Медность меди, конечно же, вне власти сознания. И в гейтере феноменологии также. Когда сознание в предмете видит бытие, оно соотносится к предмете с собой. Это тоже какой-то не идеализм, по крайней мере, это что-то, какой-то дуализм. Даже не знаю, как назвать. Дуализм есть, да. Мы пытаемся вообще преодолеть дуализм. Мы полагаем, я полагаю. Так что раньше был только дуализм. Нет, ну и так, если думать, то, что вы говорите, это не идеализм. Потому что идеализм считает, что у меня сознания уже ничего нету. Что все как… все только есть в сознании. И даже вроде как качества, они тоже как-то охвачены сознанием. Ну никак, ни у Аристотеля, ни у Гегеля не охвачено сознание. Сознание – это определенность. Это круглость, квадратность, актуальность определенная. В общем, под актуальностью понимается… Ведь что? Под актуальностью понимается знание формой себя. Актуальность, значит, сознает себя. В круглости, в круглом, сознание сознает себя. А вот в медном – не сознает себя. Сознание сознает себя, и, собственно, это и есть определение формы или определение сознания. Потому что сознание, что сознает себя. Когда сознает себя, не отличая себя от другого… Да, когда сознает себя, не отличая себя от другого, а она сß – о Tag. Она должна отличить себя от другого и тем самым Regulgo. Оно сразу, как оно сложит? Оно всегда видит предмет. Она должна в предмете отличить себя от чего-то иного. Только тогда она сознает себя. То есть она возвращается к себе всегда к рефлексея. Ну вот если мы имеем медный шар, то что получается? В шаровидности мы соотношимся с собой, а в медности шара мы отличаем себя от нечто. То есть не соотношимся с собой, а соотношимся с иным. Внутри шара сразу есть граница между нами и миром? Конечно. В познании шара, разное значит, но в познании шара, конечно, есть и соотношение. Ну как у Гегеля. Отличает от себя нечто, с чем в то же время соотносятся. Так вот просто об этом нечто у Гегеля. Чем оно соотносится? Ничего нельзя сказать, кроме того, что оно нечто и все. Все остальное как бы вобрало в себя. То есть потом вся развертка Гегеля показывает, что ничего нет там, да, вовне, кроме того, что вот сознание, мышление определяет то, что там ему является. Все, что является, все определение мышления, сознание. И поэтому вовне ничего нет. То есть там никакой определенности нет, а просто вот какое-то нечто. Все, что можно сказать. То есть все определения дают бытие сначала, да, потом там наличное бытие, там, там, там и прочее, там, вещи, прочее, прочее. Это все как бы определение сознания. А там-то что есть? Там-то вовне. Что есть-то там? А так получается, что есть какая-то медность, которая сама по себе там как-то есть. Он еще вначале говорит, что там, он говорит, кажется, что такое богатство и многообразие там присутствует. А когда начинаем разбираться там об этой бедности, на деле, кроме того, что есть, ничего сказать нельзя. А когда хочется что-то сказать, приходится, как бы, на самом деле, использовать некие всеобщие определения, которые принадлежат мышлению. Всеобщие только из мышления. То есть все только... То есть используют форму самого сознания. То есть, как бы, получается, что на всей определенности все присутствует. Это вот работа мышления и сознания. И кто будет, как-то говорить, вот, и получается, что если какую-то медность до формы, это что такое? Вот, как бы, вот, прошлый раз разговор был, возможно, такой взгляд рассматривать, что, вообще говоря, медность становится медностью только благодаря, что есть некая форма. Например, медный шар, да. Как бы, тогда медность приобретает свою медность. Если бы не было некой формы, то и медность, на самом деле, так бы и осталась некой потенциальностью. И все. Неявленным чем-то. Нечто. Вот этим нечто, да, неопределённым. И определённость, она возникает, когда возникает форма. Форма даёт определённость не только пространству, но и определённость в смысле качества. Так? В прошлый раз такой же разговор был. Говорили про Фихте, что вот нигде есть некая точка, да, как бы, там. И, собственно, эта точка становится неким качеством, да, когда она, например, в пространстве становится, допустим, всё кругом. Это кругом, красный круг. Ну, немножко не так, на мой взгляд, мы говорили. Мы говорили о том, что в шаровидности… Шаровидность – это вообще определённо существующее сознание и только сознание. Шаровидность – это исходная некая определённость, которая есть в самом… Ну, говоришь, что это, которая есть в самом сознании. Так, а медленность в самом по себе существует, после того, чтобы быть, например, медленным шаром? Нет, ну, как вот… Да, это можно долго обсуждать, да, она существует потенциаль. Ну, такая потенциальность – это, значит, как бы, как нечто неопределённое, неявленное. То, чего, как бы, на самом деле, как бы нет. Или статус бытия, которого, по крайней мере, надо как-то дополнительно обсуждать. Но в медном шаре мы имеем двоякую ситуацию, где форма, отличая или сознание, отличает от себя нечто, с чем в то же время соотносится. Да, но так же и шар может поступить. Она же тоже шар отличает от себя, но с которым… Ну, с ней уже в то же момент соотносится. Меди с ней нужна. Ну, по-моему, нет. Разве? Ну, по-моему, нет. По-моему, шаровидность – это действительно и монетно присущая сознанию определённость. Да, но эта определённость отличается, как определённость от самого сознания отличается. Но таким образом она может и его отличать от себя, и с ним соотноситься. Кто отличается? Шаровидность, форма пространственности. Да вот не отличается. Сознание существует как актуальность той или иной совершенно определённой формы. Например, шар – так существует сознание. Иначе оно не существует в Аристоте, как я понимаю. Когда форма сознаёт шар как шар, как своё собственное определение, собственно, сознание существует. Другого способа существовать в сознании нет. Ну, по крайней мере, человеческого сознания. Есть ещё божественное сознание. Но, по-моему, оно такое. Ну, хорошо. Ну, пусть действительно шаров не бывает, да? Пусть всякий раз мы имеем дело с медным шаром. Вот нет ни сознания, ничего, а всякий раз медный шар. Деревянный дом, что там ещё бывает. Как что-то было в прошлый раз в примере. Всякий раз и больше ничего. Образованный Сократ 200 лет. А, образованный Сократ, да. Ну, и ещё чего-нибудь. И так далее, и так далее. Ну, вот, да, бутылка воды, ну, что там ещё. Только вот она таким образом. То есть, вместо разговоров, рефлексов, всякий раз набор никаких предметов. Нет, российский форм как бы нет, Олег Михайлович, хочет удержаться на своей линии. Как и нет и чистого предмета до формы. Значит, и нет никакой чистой потенциальности, правильно? До формы. Чистая потенциальность есть какая-то? Если нет чистой форм, то есть чистой актуальности, то нет и чистой потенциальности. Всегда, на самом деле, есть предмет. Ну, а по всей видимости, они различаются тем способом, что одно становится другом. Ну, вот, да. Это вы хорошо заметили, что действительно надо вводить, наверное, понятие... Ну, мы фактически вводим, я не стал прямо вводить такое понятие. Но, по крайней мере, надо отдать о чём, что мы так понимаем, что у нас действительно чистая потенциальность. Когда я говорю, что предмет становится предметом в форме, о которой мы знаем только то, что она актуальна, больше ничего не знаем. Это означает, что предмет всякий раз уже стал в этой форме. Ну, чистая потенциальность состоит в том, что предмет уже всякий раз встал. То есть он становится формой, но всякий раз он стал уже. По-другому нельзя. Почему? Ну, это и есть потенциальность чистая, если она непрерывнённая. Если он вот-вот-вот на одну десятую, на одну тридцатую, на одну сроковую, на одну вторую стал в этой самой форме, то это потенциальность будет уже не чистой совсем. Почему? А если стал, то пока ждут поднижточности? Вот какая-то вот такая чистая. Чистая потенциальность, я так понимаю, что это потенциальность некая доформа. Если можно вообще такой разговор вести. Да, но она должна быть чистой. То есть она должна быть совсем потенциальностью. Это означает, что невоплощенной. Нет, правильно. У нас же две крайности. Чистая форма, которая... Чистота потенциальности предполагает полную ставшуюсь предметом формы. Чистота потенциальности. Если он полностью встал, то на стороне предмета остался практически просто один ноль. То есть чистота. Мы с Булатом, видимо, имеем почитать потенциальность, а мы имеем в виду, что смешение это не чистая потенциальность. Это потенциальность меди, потенциальность кости. Да, конечно. Но она вот, обратите внимание, она вот так и выглядит. Если медь стала перед нами уже медный шар, то мы тогда можем говорить о меди как о чистой потенциальности. Нет, чистая потенциальность это его потенциальность. Не в том смысле, что вот он из мрака выступает перед нами медный шар. Он из мрака не выступает. Потому что тогда бы эта потенциальность не была бы чистой. А вот именно тогда, когда он уже есть, он стал, тогда мы о меди можем говорить как о чистой потенциальности. А когда он становится таким способом, что вот тут одна десятая получилась, одна вторая, одна седьмая из тумана выскочила к нам, то потенциальность предполагает не чистую уже, предполагает гипотезу того, что на каком-то стороне предмета что-то реально находится. Не потенциально, а реально. Вот тогда возможны ситуации одна десятая, одна вторая, выхождение из тумана и так далее. Такие метафоры. А когда она полностью стала, вот он весь перед тобой, ярко освещенный медный шар, то мы можем говорить о меде как о чистой потенциальности. Ну я все равно не понял. Если честно тоже, я имею в виду крайние точки, вот есть крайняя точка формы, чистоты формы, крайняя точка чистота, как бы это потенциальности. И там промежуточные формы, условно говоря. Ну вот это и будет одна вторая, одна седьмая. Да, это то, что ты говоришь. Так вот, крайняя чистота потенциальности, это как бы ничто, это ничто почти. Да, да, но она как может перед тобой раскрываться, если ты будешь про нее... Да никак. Ты будешь про нее всякий раз говорить ничто, это ничто, это ничто, то это не способ просуществования. Не способ. Это способ его небытия. Правильно. Способ просуществования тем, что вот эта медь выступила на сцену, ярко скученная лучами весеннего солнца. Иначе не бывает. Вот тогда это можно говорить о миде, как о чистой потенциальности. Но у нас-то не медь выступила, это у Аристотера медь выступила. И то посредством шара. Да. Выступила. Прямо действительно под весенним солнцем взял и выступила. А у нас просто предмет выступил как предмет. И он никогда не выступил. У нас-то что получается? Что когда мы говорим о чистой потенциальности формы, мы имеем в виду, что форма потенциально не как какая-то определенная форма. Мы говорим просто о чистой актуальности формы в том смысле, что мы говорим не о актуальности определенной формы шара или квадрата, куба. А мы говорим о простой актуальности. Он сказал, что конкретная форма шара является одновременно примером формы любой. Примером формы как таковой. Вот у нас есть медь в форме шара. И тогда у нас этот шар является не только конкретным шаром формы, но и примером формы как таковой. Вот так бы, наверное, сказал гибель, да? Ну, наверное, он бы так сказал, да. Но... Нет... Наверное, он так бы и сказал. И вот еще становление тоже объявили. Для него же становление это не когда шар вышел из тумана на одну десятую, а не на одну вторую. А для него говорится, что ничто является бытием, и бытие является ничто. Не то в смысле, что ничто становится бытием, не то в смысле, что бытие переходит в ничто. А о бытии есть ничто. Вот это не установление. Да. О бытии есть ничто. Да. И здесь примерно такое... Я понимаю эту фракту, но только или и так. Да, и здесь примерно речь, когда мы говорим о становлении, становление в такой форме, по-моему, только и может помыслиться. Опять, ни одна десятая шара, ничего-либо, ни одна десятая предмета, существующая благодаря форме. А в том смысле, что предмет уже полностью и целиком в этой самой форме вышел перед нами. Мягко освещенная сцена, сцена «Вечами солнца» весеннего. Ну, вот так. Нет, у тебя интересно, получается, что он сам вышел, что ли? Его форма вытащила? Да, вытащила, вытащила. Конечно, вытащила. Она его вытащила. Но тогда получается очень интересное понятие потенциальности. Вот и получается как-то очень странно, что чисто, то есть абсолютно чистая, беспреместная потенциальность предполагает выступление на сцену медиа во всей своей всеохладности. По звучанию. Полностью освещенное. Еще солнце есть, еще подсветку включили. Да, только так, вот это она предполагает. То есть она, идея чистоты потенциальности, она предполагает отсутствие сокровенной утаенности в предмете. Какой-то тайной, вот она предполагает ее отсутствовать. Это почти хайдингер, да, как Али-Тэ и прочее. Вот она, она не проходит. То есть вот эта чистота, она предполагает вот такую интересную идею. Интересно, что когда мы берем как бы предмет, который по Аристотелю есть составное третье, то мы действительно имеем медный шар. И мы, конечно, можем удостовериться, имея перед собой медный шар, можем удостовериться, что шаровидность этого медного шара от нас, от головы. В мире никакой шаровидности нет. Медность от медиа? А медность от лукавого, то есть от самого мира, да. Которого в нас точно нет, и мы ее точно никогда не можем измышлять. Ну, кажется, у Канта и Эфиста ровно так же. То есть он приходит, он говорит, ага, я могу понять, что это есть оплеванная форма, то есть моя, собственно, шар. И есть краснота, вот эта самая точка, это от мира. То есть как бы приходишь, там на морозе термометр и псит. Вот термометр от мира, а вот бесконечный горизонт, заснеженные просторы, это как бы от меня. Ну, вот так, да? Это же кантовская тоже позиция. Но нам-то важно отличить и аристотелевскую позицию от кантовской и от фильтранской, но от которой я говорю. Вот эту самую, с термометром, который меряет температуру водной точки, а сознание превращает его в температуру всех заснеженных степей. за окном, говорит сознание. Ну да, я помню. Да, потому что главное то, что мы это делали, мы говорили, что краснота как таковая, говорили мы, создается тем же в общем сознание. То есть нет этой ситуации термометра. Да. То есть вот это распределенное поле, любимое физиком. Что каждой точке пространства подвешено, как какой-то показатель, либо цвет, то есть динамо, либо еще что-то, либо температура, либо масса, либо напряженность электрического поля. Вот это такое. То есть это расслоение пространства в кантовской и фитянской картинке, оно не существует. То есть всякий раз пространство, оно из себя создает вот эту самую температуру, что-либо еще. Вот такой подход странный. Вот аристотельский, казалось бы, да? Такой. Но здесь тогда возникает проблема. Не выглядит очевидным тогда вот это различие между мойностью, понимаете, то есть его формой, и его содержательностью, или ее, собственно, предметностью. Меди, оказывается, проблематично отличить от формы меди, то есть от формы шара. То есть шара, вот, и, то есть нет границы, по крайней мере, содержательной, это точная, которую между ними можно провести. Можно это ручками, конечно, постулировать, взять ручками и сказать, а мы можем, назовем это типа рефлексия, вот такая могучая рефлексия. Но этого, как бы, наверное, недостаточно. Давайте. Получается так, что когда мы говорим о потенциальности не чистой, а потенциальности некоего качества, как и говорит там Аристотель и Ноксагор, потенциальности кости, потенциальности волоса, потенциальности меди, вот, то это оказывается неврозумительным. Ну, требует понимания некоторого. То есть в это можно поверить, это можно обречь в поэтическую форму. Поэзия в данный момент, как у Ноксагора, она пытается из себя что-то доказать. И по ней это получается. Но, тем не менее, есть оплетенного неврозумительность, ну, с позиции просто рассудочного сознания. Когда стихи заканчиваются, как у Ноксагора, и об этом приходится говорить всерьез, то становится это несколько непонятно. Потому что, ну да, потому что если он уж волос, то в каком смысле он потенциальный волос. Если он меч, то в каком смысле это потенциальный меч. Возникает действительно метафора смешения. Это уж чистая метафора. Всё со всем и всё однородно в силу вот этого абсолютного смешения. Смешение, конечно, иногда и рецепт понимает, что смешение и метафора – это так. Или мы говорим, пользуемся словом, просто вот словом, потенциальность, и словом интелехия, то есть введение на свет. Когда свет, есть интелехия тьмы. Да. А результат – свет. Свет интелехия тьмы, но результат – свет. Да. Но тьма – это тоже как бы вот эта некая потаенность. Я так говорил, что потаенности нет. Ну да. То есть яркость света, яркость света – это единственный способ, который манифестируется чистота потенциальности. То есть тьма. Она же только чистота потенциальности, только чистая возможность света. И только абсолютный свет её таким образом не утверждает. Манифестирует. Вот на самом деле ещё один есть подход, как можно назвать его платонским, эйдетическим. Мы когда-то его обсуждали, что на самом деле, возможно, есть просто эйдес, а на стороне мира есть только как-то там, говорили, что это, как его называется, там, переход. То есть образ есть благодаря только тому, что есть эйдес. Если нет эйдеса, то нет и образа. То есть эйдес на нашей стороне, а на стороне мира только чистый переход. И в этом случае я имею в виду, что и качества нет на стороне мира никакого. Только есть переходы. И все качества – это есть не что иное, как созданные эйдетические нами. То есть красное, как красное, которое удерживается, как красное, да, это вот всё это работа эйдеса. Само по себе там есть какие-то переходы там, и всё. То, что мы сейчас называем становлением. И нельзя не говорить о том, что есть какое-то качество там. – Ну, хорошо. – Значит, когда мы говорим, уже мы говорим. Да, ну, ещё раз тогда о Гегеле. Вот у логики, у Гегеля феномологии так, да. Есть отношение с собой, и это отношение с собой даёт нам определённость бытия предмета. и есть сам предмет, который там какого-то цвета, какого-то качества. Но это качество, вот, есть нечто иное для сознания. И предмет, ещё раз, сознание соотносятся с собой, и в то же время соотносятся с иным. Соотносятся с иным, с чем оно в то же время соотносится. А если следовать логике категории Аристотеля, количество тоже иное? То есть оно не просто качество, оно ещё и количественное. Или количество тоже форма? Количество – это категория. Качество тоже категория. Вы имеете в виду сущность? Не, ну и сущность, потом качество, количество. Сущность же отдельно. Ну да. Сущность – это первая категория. Качество, количество. Я просто задумал, что сущность и качество не одно ли и то же. В нашем разговоре не имеется в виду, да? О чём мы говорим? Мы говорим именно о качестве, или мы говорим о чём-то таком? Чтоб не попасть в ловушку, потому что если уж Аристотель упоминает, то он выступит как качество – это специфическая категория, да? Как и количество, собственно, и другие. Поехали. Не знаю, походит, что качество тоже категория. Ну, конечно, неопределённое качество, через некую категорию. Мои республики же категории вводятся вопросами. Сущность — это что? А категория — это какое? То есть количество, качество — это какое? Вот когда мы отвечаем, вопрос «какое?», мы получаем качество. А количество — значит «сколько». То есть ответы на вопросы. То есть сущность — это что? Нечто определённое или такое нечто некое. Вот это что? А качество — это какое? Ну да, категории у Аристотеля, видимо, это всё-таки некие формы, которые существуют в языке. Не в геометрии, скажем, как шаровидности, шар и пух. А в языке? Ну, это есть исследование даже специальное по этому поводу, что именно из языка всё это изъято. Предложение, когда расчленяется составляющая, я не дам логику свою. То есть если предложение расчленить, то там мы получим полежащее, сказуемое и так далее, прилагательное и так далее. Числительное. Ну хорошо, мы зафиксируем это. Мне тоже кажется так же, что когда мы говорим о потенциальности определённого качества, то определённость качества противоречит понятию потенциальности. быть потенциальной медью, как бы, можно только чистой потенциальности. А быть потенциальной медью, как бы, это вот в конце концов абсурд. Он идёт и, мол, всё. Ну да. И это тоже. Поэтому физики спорят с философами правы. Что они не претендуют на понятие потенциальности. Поэтому они поднимают точку, как в самом деле температуру в данной точке. Вне зависимости, ну как вы рассказывали, я ничего не знаю. Как вы говорили, независимо от формы, величины пространства, всех характеристик пространства, есть температура. Будет она круглая эта температура или квадратная, большая или маленькая, или всё-таки точка, или останется точкой, она всё равно температура. Почему? Потому что сегодня яснее для меня. Почему? А вот потому. Потому что нечто определённо потенциальное, как бы, не бывает. Потому что определённое, так определённое. Понятие точки всё равно… Да нет в общем-либо, оно не противоречивое, понятие точки. Нормальное, потому что… Это же температура, это же… Какая разница, в каком пространстве? А на температуру? Температура и всё. Это что, это попытка отличить физические характеристики от геометрических, от пространственных? Ну, есть же понятие абсолютного пространства времени Ньютона, знаете, да? Ну, да. Вот. Здесь, оказывается… Это очень важное построение, что то, что у нас происходит на самом деле, не зависит от пространства и времени, в котором оно происходит. Ну, везде, во всей физике. Поэтому я уже говорил в прошлом раз. Существует знаменитая теория монетра, которая говорит, что если… Ну, есть невариантность. Мы возьмём, все наши системы повернём, например, на угол. На угол. На какой-то. Поворот будет в пространстве осуществляться. А система останется одно и то же и то же самое. Но если мы посмотрим, скажем, на какие-то уравнения наши, то мы их должны тоже каким-то образом преобразовать. Таким образом, чтобы свойства системы остались совершенно неизменёнными по отношению к повороту пространства. И тогда это приведёт к возникновению то, что называют физикой интегралом движения. То есть будет какая-то штука, которая всегда будет сохраняться. Вот это момент импульса. Вот наше вокруг Солнца все вращаются, планеты. Там вот эта величина момента импульса сохраняется. Почему? Потому что в частносте можно вращать. А физика, которая находится небе этого пространства, реальная физика, то есть реальная земель из тела, становится неизменным. Она по отношению к повороту пространства будет вести себя произвольным образом. Также она будет двигу пространство вести одинаковым образом. Это закон сохранения импульса. Звigible во времени это будет вести одинаковым образом. Это сохранение закона энергии. Вот такая интересная вещь. То есть абсолютное пространство и временное как раз безразличное физике. Да, да, да. То, что все происходит в физике, оно вот такое вот здесь. Ясно, с минусской точки зрения, мы же не можем говорить, либо она в Боге, так называемом, либо в человеке. Похоже, что в человеке просто. То есть это способ нашего отношения к миру. Ньютон, он предшественник этих ребят Фихте и Канта, по сути. Ну, предшественники. Ну, за век до них. Ну, вот. Такая вот эта, казалось бы, вещь. И везде так, за исключением общей теории относительности Эйнштейна. А вот в общей теории относительности там начинаются чудеса. Ну, и там, разумеется, нет законов сохранения. Закон сохранения момента импульса есть, а законов сохранения энергии импульса нет. Все, приклыли. То есть двух базовых законов сохранения нет. Потому что у них чего там? Коэволюционное тело, которое берет это самое пространство и искривляет, как хочет. То есть все остальные к нему абсолютно не дифферентны. Двигли его, поворачивают, сгибают, переходи на... с другой скоростью можешь ехать относительно него. То есть это наблюдатель. Но она остается к этому. Физия-физика, твое все, что у тебя есть там поистине, но к этому пространству в то время не имеет никакого отношения. И это, как ни странно, приводит к законам сохранения фундаментальным какого-то. А вот в общей теории относительности там не так. И в этом смысле оно резко выделяется от всех остальных теорий. Да. Поэтому вот этот фокус с термометром, он как раз предполагает вот это абсолютное пространство времени Ньютона. Оно может быть и не Ньютовское пространство, потому что пространство Менковского это знамятое, да, знаете ли, да? пространство Менковского. Да нет, я слышал, конечно. Ну, слышали, конечно. Оно же тоже абсолютное, по сути, пространство времени. Только оно по-другому, у ней закон преобразования координатам выполняется при разных скоростях. Это очень такой интересный момент. Откуда понятие скаляра взялось в физике? У них, естественно, и величина – это скаляр. Это такие величины, говорят о физике, которые не изменяются, приходят одни координатами другими. То есть под поворачиванием того самого пространства времени. Сдвига его, поворачивание, трансляции, метрики в нем расширения его и так далее. Влечение. Вот так казалось. Вот. Вот. Вот оно и появилось. Ну, все за исключением общей теории относительно Эйнштейна. Вот там, там уже начинают чудеса. Поэтому Ньютон – идеалист, а Эйнштейн, то есть в общей теории относительно, материалист считается. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, можно думать, что в самом деле мы говорили до сих пор, что Аристотель – дуалист. Ну, это как бы плохо, интуитивно плохо, дуалист, потому что потенциально все-таки существует медь, и форма лишь ее актуализирует, но все равно как бы дуализм существует. Но вот можно уточнить и сказать, что потенциальность определенного качества – это, в конце концов, абсурд. Качество либо есть, либо нет. Если оно уже определенное качество – именно медь, а не волос – то оно никак не может быть сам потенциальным. И это наша городская картинка, когда волос к волосу, камень к камню, желчи к желчи. И вот когда возникает определенное, что происходит, да? Ну, физики они, да. Это, кстати, интересный разговор. Пойдем поставить аннексы Горро – физика, инженера из студии. Один физик, второй инженер. Да, почему? А? Ну, он же всегда везде говорит, как ремесленник из кипячей строит дом. Точно так же строится на основании формы, делается медный шарм. Инженерный подход у человека был. Ну, хорошо. А мы, значит, говорим что? Мы говорим, что о форме можно сказать только одно, по определению это исходно, что форма актуальна. Форма знает о себе только то, что она актуальна, и она есть форма только потому, что она актуальна, то есть равна себе. И в этой форме становится предмет, становится содержание, и предмет в этой актуальной, равной себе форме становится как предмет, или содержание становится как содержание. О предмете содержание мы не говорим, а о форме мы не говорим какая она в своей актуальности. Куполь и шар. Мы говорим только то, что она актуальна, а о предмете мы не говорим, опять же, каков он. Мы говорим, что становится, что медь становится медью. Мы говорим, что содержание становится содержанием, предмет становится предметом. Предмет становится как предмет в этой форме. Значит, мы говорим, что форма есть причина и сознаёт себя причиной. Ну, первая форма, первый шаг мы обсудили в прошлый раз, но не такое время странное, когда я жую. Уже здесь распережёвано, и почему-то я теряю вкуса, что немножко странное, даже подозрительно. Я самому. Первое, что сознание знает о себе, говорили мы, это то, что оно сознание есть, а не то, что оно актуально. Просто есть. Сознание есть. То есть знание сознанием себя и бытие сознания одно и то же. Знание и бытие одно и то же. Почему-то это первая форма. То есть, когда мы говорим, что форма актуальна, а содержание становится, то это как бы общий взгляд на картину, общий метод движения. Когда мы переходим к конкретному движению, то мы говорим первое, что сначала форма о себе знает не то, что она форма, не то, что она актуальна, не то, что она причина. Она знает о себе только то, что она есть. И всё. Я знаю о себе только то, что я есть. А о предмете я знаю, что он становится. Что он становится. Больше я ничего не знаю. О себе я знаю только то, что я есть, а о своём предмете я знаю только, что он становится как предмет. Вот это как бы первая интуиция, по-настоящему первая интуиция, с которой я имею дело, с которой я сталкиваюсь. Но я могу оставаться в этой интуиции, она устойчива, она нормальна. Мне нет проблем. Я есть, а предмет становится и всё. Оно не требует никакого уточнения. Но я могу быть как бы активным как сознание, как субъект. Тогда я обнаруживаю, что вот это вот «я есть» или просто «есть». А форма становится «я есть» и имеет как бы две стороны в себе. Что это означает, что я есть, а предмет становится? Это означает, во-первых, означает, что я есть до сознания. Если я есть, а предмет становится, то понятно, что я до предмета. То есть возникает интуиция, что я уже есть, а предмета ещё нет. Это абстракция. Это абстракция. Некое, которое я беру из первого опыта. Это ещё раз. Первый опыт заключается в том, что я есть, а предмет становится становится. Как предмет я не добавляю, потому что я не спорю с Аристотелем здесь. Я нахожусь в младенческом состоянии. Ни о чём больше не знаю. Поэтому могу и не добавлять в пику Аристотеля, что предмет становится как предмет. Я есть, а предмет становится. Но это, с одной стороны, предполагает некий момент такой, что я до, я прежде, я раньше. Я уже есть, а предмета ещё нет. Я снова возвращаюсь к этому первоначальному опыту. Я есть, а предмет становится. Я замечаю, что в этой ситуации есть другой момент. Что предмет становится, это ведь что означает? Это означает, что предмет переходит из небытия в бытие. И поскольку предмет обретает бытие, поскольку становление есть, становление бытия или становление к бытию, я уж не знаю, как здесь правильно сказать. Поскольку предмет становится предметом, а он становится, потому что в этом смысл моего есть, я есть как бы для того, чтобы предмет становился. Это не отрывает. Смысл моего есть в том, что предмет становится. Просто так чувствовать себя одиноким есть, я не могу. Я есть в том смысле и для того, и потому, что предмет становится. Это как бы единый опыт. Вот одна сторона этого опыта заключается в том, что я раньше предмета, я уже есть, а предмета ещё нет. А с другой стороны, предмет, конечно, всё-таки как бы переходит к бытию. И по мере того, как он переходит к бытию и становится бытием, он меня уничтожает как форму. Предмет. Я не могу сказать, ставший бытием, потому что он, кстати, становится. На момент его становления означает, с одной стороны, что он всегда после меня. Предмет после меня. Сначала я, уже потом предмет. Это момент. А другой момент заключается в том, что он всё-таки становится, и тем самым он меня поглощает. И я исчезаю. А вместе со мной исчезает и предмет. Значит, первая абстракция заключается в том, что я есть в том смысле, что я до предмета. А вторая сторона этого живого опыта заключается в том, живого и самостоятельного опыта заключается в том, что, поскольку предмет есть, я исчезаю в предмете. Предмет меня поглощает. С одной стороны я до предмета, а с другой стороны предмет меня поглощает. Причём, до предмета никак не означает, что я без предмета. Без предмета означало бы, что я пустая форма. Это исключается даже как абстракция. Абстракция и пустая. Не знаю, мы так обсуждали. Почему я, собственно, въезжаю и переезжаю? Мне кажется, мы говорили, что здесь есть абстракция пустой формы. Что как абстракция она возможна. Как реальный опыт нет, конечно. Как абстракция пустая форма возможна. Поэтому, когда я говорю, я до предмета, я уже есть, а предмета ещё нет, то это можно понимать как пустую форму, существую как форму без предмета. Но я думаю, что это не так. Просто я до предмета. Это не то же самое, что без предмета, правда? Я до предмета. Видите, здесь сложно. Идёшь, первым прокладывая эту дорожку, и мне почему-то всё время хочется. Я потом укажу на более грубые ошибки, которые пока не даже обсуждаю. Просто вторым-третьим ходом, на мой взгляд, серьёзные логические ошибки. Хотя общий ход верный. Я стал воспринимать то, что мы сделали. Это был, наверное, пятый вариант, который мы делали в последний раз. Всё-таки некую… Как называется? Не прямую эту… Последовательную? Да, это… Прерывную какую-то такую… Эскизу. Дискретную? Да, дискретную что-то. Эскиз. Эскиз. Как эскиз, он меня удовлетворяет. Прелюдия. А? Прелюдия. Да, вечная прелюдия. Сын за мной смеётся, говорит, так опять что, опять сначала начал, да? Так вот, я бы не сказал, что перед нами абстракция формы без предмета, то есть пустой формы. У нас абстракция формы до предмета. Вот эту формулировку «я уже есть, а предмета ещё нет» – это некая абстракция, которая вовсе не означает, что я пуст. Лишён предметности всякой. Но это та абстракция, которую можно мыслить. Наше всё движение, наш метод заключается в том, что одну из абстракций можно сделать самостоятельным опытом. Когда предмет поглощает меня, став предметом и тем самым поглотив меня, это мыслить я не могу. Хотя это как абстракция есть в этом утверждении. В моём утверждении «я есть, а предмет становится», в этом утверждении есть некая абстракция, некая сторона, некий момент, которым мыслить нельзя. Как момент можно. Ну, такая история как бы. А как самостоятельный опыт – нет. Есть такой момент. Вот так мы движемся. Можно ещё раз, уже в последний раз подумать, потому что просто человеческая жизнь конечна. Это единственный аргумент, но как раз в решающий. У нас в последний раз подумать об этом методе, когда мы начинаем его только применять в первом шаге, но подумать уже в последний раз. Дай Бог пройти ещё эту дорожку. Ещё разок. Метод именно таков. С одной стороны, это абстракция, поэтому она как бы может быть как абстракция. С другой стороны, такого рода абстракция, которая, если мы хотим двигаться дальше, то этой абстракции надо избавляться. Почему? Потому что как самостоятельный опыт она не существует. Она не существует. Когда предмет, став предметом, поглощает сознание. Поэтому мы выбираем ту из абстракций первого живого опыта. Ту из абстракций, которая говорит нам «Я до предметов». «Я уже есть, а предмета ещё нет». Как мы это мыслим? Если бы мы с самого начала это мыслили как пустую форму, то не могли бы мы эту абстракцию, этот момент сделать живым опытом. Не получается. Просто не получается. А мы так сказали. Только я не помню в прошлом нашем опыте, мы сколько раз начинали сначала, в прошлом нашем опыте или в позднем. Этого я не помню. Но теперь уже это не важно. Важно, что так сказать с самого начала нельзя. Что есть такая абстракция в пустой форме. Если бы была такая абстракция, она никогда не стала бы живым опытом и движение было бы невозможно. Абстракцию мы определяем именно вот так. Я до предмета. И это живой опыт. Какого рода живой опыт? Это такого рода живой опыт, который открывает мне, что я есть форма. Я есть актуальность. Актуальность. Раньше я не знал, а просто потому что я есть. Я есть актуальность. А предмет в этой актуальности становится. То есть я действительно до. Я могу эту мысль забыть о первом опыте, где я просто есть. Вознать себя как я до. В том живом, реальном смысле, что я причина. Причина до. Кто бы спорил. Причина по определению до. Но от этого никак не становится пустой. Причина. Причина логический до. Это до я обнаружил в первом живом опыте. И теперь сделал его, обнаружил как момент. А теперь сделал его самостоятельным опытом и перешел тем самым ко второму нормальному живому самостоятельному опыту. Я уже не просто есть. Или, как можно сказать, если я есть, то я есть причина. Иначе меня сожрет предмет. По крайней мере, тот момент, где предмет меня сжирает, он как бы присутствует. А здесь я есть, я уже не пожираем предметом. Сколько бы он ни становился, я всегда причина. Я всегда причинен. Я всегда раньше. Смысл моего причинения, как мы говорили в прошлый раз. Итак, быть причиной, быть формой и быть актуальным – это одно и то же. Значит, смысл причинения заключается именно в актуальности. Смысл причинения в актуальности формы. То есть, равности самому себе. То есть, равности самому себе. Тоже, разница самому себе, равен самому себе, что и называется актуальностью. Смысл моего причинения, моего предшествования в форме, заключается в том, что я равен себе. Только в этом смысле я раньше, я причинен. Поэтому предмет, поскольку смысл причинения именно в этом То предмет, становящийся в этой причине Предмет, становящийся в этой форме Может быть только один Происходит уточнение Если раньше предмет становился просто как предмет То теперь мы резонно уточняем Он становится как нечто одно Впрочем мы знали о предмете только то, что он становится как предмет Теперь мы говорим нечто значительно большее Мы говорим, что теперь предмет становится как одно Одно – это уже, конечно, определение Это уже определение Это уже, опять же, можно подумать Это что, это медность Это сравни медность Или количественное Или количественное Или оно какое-то вот Ну, пока не количественное Потому что просто одно и больше ничего мы не знаем То есть на языке Это количество, конечно, одно Но сейчас мы говорим Не имеем права употреблять его как Какое-то непонятно То ли количество, то ли качественное Да, всякое неколичественное Да, но какое-то вот одно Только в силу того В силу смысла причинения Смысл причинения в тождестве формы И значит, что в этой форме может становиться лишь одно Раньше предмет становился как предмет Теперь предмет становится как одно Или как один предмет Ну, подождем Я на семинаре передаю Как офигите, что? Растет Упал, недавно ударился об сто Пять шмоков Ох ты, боже, ты мой Пять шмоков Ничего себе Разбил, надо проверить Ходит, но как бы не уверенно И надо постоянно следить И чуть-чуть не досмотреть Уже летит У меня тоже невестка повезла Этим летом На Кавказ Ребенка к морю И в поезде он слетел Со второй бутылки На второй полке Пять Слетел со второй полки И потом два дня Или ходил, падал Ну, не то, что падал обмороке Но, в общем, терял равновесие То есть явное сотрясение Теперь мы ходим к остеопату Ну, у нас тоже проверяли Серьезная речь Стрясение нет Но в пять шмоков Кровищи были Тоже Это вот другая история Вот когда еще По моргу вырезал Это У нас тоже боялись И рентген делали И УЗИ тут же делали То есть они тоже подозревают Что это малыш Это, видимо, такое Достаточно часто Июля На детей Да, разумеется, да Я так поддерживаю разговор О том, что детьми Это Вас еще ждет и ждет Ну, я говорю Ну, по крайней мере, ходит Вот сейчас Пока не очень уверенно Но вот Уже ходит В деревне начнули Это очень симпатичная вещь Две такие Пружинистые Почти резиновые Плотные такие И ребенок на них Подпрыгивает И там как-то Две резинки На расстоянии Вот Дочка Внучка Ей уже 10 Она толкнулась И через этой рыбкой Головой Прямо Как это там Как торпеда Плесеный удар Башкой врежел Землю Там как репку вынимали И Из земли Тоже Коста Ходит Все это бывает Значит, вот так Мы теперь Форма узнала О себе Что она Причина Или что То же самое Что она Форма Или что То же самое Что она Равна себе Вот А о предмете Она соответственно Узнает Что предмет Становится не как предмет То есть он продолжает Становиться как предмет Но становится как нечто одно А форма узнала Что она равна себе Или она делает Остается равной себе То есть это ее усилие Быть равной себе То есть Иридически Она могла забыться предмет Как поокнув С ищи Но она удерживается Сама себе равная Или это ее свойство Получается Как будто бы Она обнаружила Что вообще-то Она не просто форма А какая-то Так еще Замечательная Тожественная Это ее усилие Раньше она знала О себе только то Что она есть И больше ничего Она просто делает Себя равной себе Потому что В отличие от предмета Она хочет быть равной себе То есть это ее усилия Остаются равной себе И удерживают себя Как равную себе Да Она занимается рефлексией Форма занимается Произвольно Рефлексия заключается в том Что она обнаруживает В своем живом опыте Который можно оставить в покое Хоть на тысячу лет Я есть Пример становится Все Не видно тут Никаких Опасностей Вот я буду В этом созерцании жить И Буду Столик счастлив Либо я Свободно занимаюсь Рефлексией Рефлексией заключается в том Что я в себе Как в форме Обнаружу Два момента Я есть До Формы До предмета Или я Исчезаю В предмете Тогда я Вносил себя До предмета И превращаю Это самостоятельный опыт Тем самым опыт Второй Что я исчезаю Что предмет Становясь предметом Поглощает меня Этого нет Но если форма себя Не будет удерживать равный Она как бы Исчезнет То есть она поглотится предметом Собственно это как бы В некотором роде Выбор получается Что форма выбрала Оставаться равной себе Чтобы не быть Поглощенным предметом Нет 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 Есть Есть некий опыт Я есть Предмет становится Так это получается Что значит Отождественность формы Это ее свойство Получается Пока это форма Нет Просто два варианта Либо форма равна себе Это свойство формы всегда То есть как бы Просто определение формы Или сказать равна себе Это одно и то же Либо надо считать Что форма Удерживает себя Равной себе То есть это ее усилие И это ее выбор В отличие от того Чтобы так сказать Исчезнуть в предмете То есть Чтобы не исчезать в предмете Форма настаивает О своем равенстве себе И тем самым Сохраняет Переходит Вот как вы говорите По второму опыту Да Настаивает на то Что она есть И равна себе В отличие от того Что как бы Предмет настаивает На то чтобы Эту форму Подглотить То есть здесь Не противоборство Ну нет Я как излагаю Я говорю Сначала я себе знаю Просто что я есть Я не знаю Что я актуален Хотя актуальность Как раз и Есть Ну как бы Смысл того Что я есть Я этого не знаю Я знаю Я знаю просто что я есть Вот я есть Все что я знаю Для такого меня Для так понимающего Себя меня Для так понимающего себя меня Предмет что такое? Становление И все Как предмет? И тут Никакого насилия нет Я не исчезаю в предмете Я есть предмет становится Такую безопасность Что тут Что мне грозит? Что предмет встанет И тогда меня не будет Потому что будет предмет И все Пока предмет становится Я есть Это все Это опыт Это понятно Есть различия Где я есть То что остается равным себе А предмет тем что становится А когда предмет Становится ставшим Возникает тот самый опыт Что я исчезаю в предмете Потому что предмет Раз стал ставшим То он в каком-то смысле И не становится То есть моя Эта тождественность Перешла к предмету Теперь я вижу Свою тождественность В предмете ставшим Ну как бы я не понимаю Что это моя тождественность Я воспринимаю Как некий предмет Который передо мной Как тождественное оно Ну я не вижу Почему предмет Все время не находится В состоянии Становления Так это надо удерживать Есть ставшись А предмет же Я говорю Что нет ли тут Коллизий Между тем что предмет Хочет стать ставшим И забрать у меня Вот эту прерогативу Причинности И там тождественности Так еще говорю Нет Не Еще нет Нет тождественности Не Я не знаю Я этого не знаю Я знаю только что я есть Ну не знаю еще я Что я Есть Коллизий Тогда нет Просто я есть А он становится И вот А теперь я начинаю Засущую рукава И начинаю Себе копаться Я говорю Что значит предмет Становится С одной стороны Это означает Что я всегда раньше него Я то есть А он то Становится Но это конечно момент Но момент который Можно вполне выделить Если я задумываюсь Что значит я есть А предмет становится Это означает Что я до Предмет всегда до Я же есть А он становится Значит я до Эту ситуацию Иначе как в рефлексии Как я понимаю Не обнаружить Сначала я должен Пережить этот опыт Я есть А предмет становится Это опыт Я потом этот опыт Начинаю анализировать Просто я есть Я не говорю Что я актуален Что я равен себе Просто я есть Но то что я есть Означает что я до А с другой стороны То что предмет становится Означает что он может Меня поглотить Ну как-то так Когда я обнаружил Что я до Я понял что я могу Это мыслить Как некий самостоятельный опыт Продвинуться Продвинуться В рефлексе Теперь я понимаю Что я действительно до Это действительно Совершенно самостоятельный опыт И теперь я уже не боюсь Того что предмет Станет предметом Становление не играет Я всегда до Я всегда до Я всегда до Я всегда до То есть я причина Я не был раньше до Я просто был Я есть Я не сознавал что я до Предмет Надо еще подумать хорошо Чтобы понять что Я есть Это означает что я до А первого Вот просто я есть А предмет А предмет становится Ну а второе Я причина Я причина Я причина Я причина И причина в смысле Тоже то себе И тогда во мне Как в этой причине Предмет Становится уже не просто Как предмет Раньше он становился Как предмет Теперь становится Как нечто одно То есть я все время Даю ему Даю определенность Его становлению Теперь Я даю Определенность Его становлению Раньше я просто Давал ему Становление Я есть И значит предмет Может становиться Вы согласитесь Если нет ничего То предмет Не будет становиться Он должен в чем-то Становиться Я давал ему Просто становление Благодаря мне Предмет Становился Предмет Теперь Когда я понял Что я причина Теперь я даю Определенность Его становлению Я не просто Делаю его становящимся А даю Определенность Этому становлению И он становится Уже Не просто Как предмет Еще раз А как Один Предмет Как один Предмет Как единый Предмет Не заменим Ну на самом деле Это Тождество Самому себе Это же и есть Определение одного Одного Может быть Потому что Тождество Самому себе Оно находится Может быть оно тоже становится Но оно находится в неком отношении К самому себе Тождественное Поэтому и одно Одно и то же Становится как тождественное себе Становится одним Становится одним и тем же Постоянно одно и то же Как одно Становится как тождественное Себе тождественное То определение, которое сознание у себя обнаружит, оно передаёт как бы предмет. Потому что форма же всегда есть некое родное оформление того, что становится. То есть это некое действие, прямо это действие, каждый раз, всякий раз, когда это действие на стороне сознания происходит, оно происходит и на стороне предмета. Ну, как-то так же. У Гигеля так же точно. То есть у Гигеля всегда получается, что та новая форма, которая возникает на стороне сознания, потом она обнаруживается также на стороне предмета. Я вижу даже такие интересные фразы, что когда рефлексия, сознание возвращается к себе, и предмет тоже точно так же рефлектируется, точно так же уходит в себя. То есть одновременно рефлексия, если рефлексия сознания, рефлексия предмета. То есть как будто здесь в зеркале происходит всё. То есть то, что делает сознание с собой, на самом деле оно осуществляет как бы и с предметом, в зеркальном отражении. Ну, пока так. На этом шаге, по крайней мере, точно так. Форма сознаёт себя равной себе, и предмет, становящийся в этой форме, становится как равной себе. Можно даже не говорить слово «одно», если оно смущает своими количественными какими-то аллюзиями, то можно говорить просто как равной себе. Ну, а можно говорить «одиннадцать» и понимать правильную смысл слова. Ну, всё началось. А там тоже хлопают, как же, да? Ну, всё началось. Продолжение следует...